Затем мы видим этих бесов, которые вступают в разговор с Спасителем. Затем выходит вся страна, селы и город на встречу Спасителя. Прикосновение Господа с этим несчастным человеком, которого ввязали, как мы слышали, цепями, приковывали, которые никакие силы человеческие могли удержать, так чтобы он бегал по пустыне, легим и жил во гробах. Приводит к его совершенному выздоровлению. Когда Спаситель уже отплывает, то Он просит, чтобы Он имел честь пребывать с Ним. Получает указание возвращаться в свой дом и рассказывать о тех делах и свидетельствовать о чуде, которое было совершено над Ним, люди болящие. Затем мы видим нечистую силу, которая жалостно, мерзко просит, чтобы не мучил Спасителя. Сама по себе, будучи силой непрекровенного зла и мучащего создания Божьего, образ Божьего. Мы видим, как вступает эта сила нечистая в издушных животных, и как она мгновенно проявляет свою сущность, истребляет их. Затем мы видим народ, людей, свидетелей от нас, и болезней, и одержимости, и власти Спасителя над нечистыми духами, и ту злость, которую носят в себе они. И они тоже не остаются для своего выбора и изменения. Они просят, чтобы он удалился, чтобы он не мешал им жить так, как они жили. Братья и сестры, это чудо свидетельствует о многих истинных и поучительных нравственных. Во-первых, мы можем видеть, что несмотря на то, что мир, сам дьявол превращает в его бытие какую-то шутку, сказку, каких-то непотребных животных, выступающих во всякие фильмах, песнях и так далее, что хотела действительно существующая. Мы, христиане, не можем себе позволить мысли, что нету действительного воплощения зла личных из тех злых ангелов. Сам Спаситель вступал в беседу с сатаной, приписывал вот эти болезни, как сказали, сумасшествия, в хресовской силе. Постоянно изгонял, показывал свою полную власть и отторжение в ее. Что мы ни в чем не должны бояться этой силе, что она во всем покорна Богу. Потому что она есть и действует миле всем по попущению Божьему. И каждый из нас, кто касается с ней, это неизбежно. Мы только должны быть готовы к этому. Мы должны быть внимательны. И мы должны серьезно относиться к этому. Не подпускать ее всегда. И зрителям, и через слышим, и через какие-то книги, рассказы, фильмы. Кроме того, мы знаем, что мы имеем победу в Христе над силой. И что Господь в высшей мере никого из нас не попустит, быть искушаемым. Иисусская сила больше всего боится святых христовых айл, которые нам доступны. Боится святого креста, и знамени креста, и тех, кто носит крест и внимательно на себе этот крест изображает. Святой воды, особенно Богоявленской, в которой мы освящаем каждую вещь в церкви Святой Божьей. Мы стараемся этим трем основным внешним нашим орудием против дьявола прибегать. Но больше того, братья и сестры, мы должны понимать, что Господь нас любит и не допустит, если мы тому не позволим, властвовать над нами нечистой силой. Но, будучи сам, ускушаем, Он позволяет, чтобы каждый из нас выбирал, что Ему в этой жизни милее, нужнее, важнее. Поэтому все мы искушаемся как бы какую-то меру по попущению Божьему нечистой силы. Мы должны помнить, братья и сестры, что это, как мы недавно говорили, свидетельство о том, что Господь нас любит и по Своим правилам нас ведет к себе в жизнь вечную. не по нашим человеческим рассуждениям, не так, как я или вы бы хотели, а так, как Он хочет. И поэтому мы все несем в этой жизни, как лично говорят, всякого Сына, которого Он любит, Он бьет, Он наказывает. мы несем эти скорби от людей, от обстоятельств и должны их нести как? Благодушие, потому что это нам бесцеленно. Будем стараться подражать святым, силой креста, благодатью Божию нести. Каждый из нас то, что ему дано нести. Это путь, который приводит в Царствие Божие, который указан и пройден Сам Спасительным и всеми святыми. Не будем винить людей и даже не будем винить бесов. Будем подражать святым, себя винить, себя осуждать, себя охаивать. И тогда мы сможем понести эти скорби как крест, ведущий к радости и воскресенья. Братья и сестры, переживаем постоянно ужасное свидетельство бесовской силы в нашей жизни. В прошлой неделе мы говорили обе-катострофе. До этого был пожар в ночном клубе. Там и там православные христиане погибли. Сейчас в западном мире погибло множество невинных людей. Все это показывает ту же бесовскую силу, которая действовала в пределах Бедовинских и уничтожила этих свиней. Мы это не должны. И это часто приходится нам услышать. Почему Господь допускает это? Когда апостолы спрашивали Его о Ироде, который убил их соплеменников и смешала их кровь и делая жертвы, но и воскрепнила их, Господь сказал, если вы не покаетесь, то также погибнете. Это все в путях Божьих неисповедимых, не до конца познаваемых на. Но мы можем посмотреть, братья и сестры, какой ответ готовят этой страшной силе, эрроризма, те люди, которые страдают. А те люди, которые погибли, были на концерте группы, которая называется Орлы Смерти металл. Это разве ответ вот этим сатанистам, которые уничтожают людей просто потому, что они не на скосы играли. Или те несчастные люди, которые в ночном клубе погибли. Какая песня пела, игралась, когда случился пожар. День, который я умру. Вызов Богу смех над тем, что в Евангелии называется регионом. Господь не бывает промывая. нам надо молиться, чтобы мир изменился, боролся добром против этого слава. Потому, что если будем продолжать насаждать общие человеческие ценности, которые противоположны и варьются, если будем идти широким путем применять лесовскую силу от одной из вариантов удобности, конечно, не устоять западной цивилизации перед лицом во всемирного страны. Мы можем в своей жизни противиться, не соглашаться. Мы можем быть с легкостью годовинцами, мы можем с легкостью выбирать удобное, просить Спасителя, чтобы Он ушел из нашей жизни, выбирать страсть, грех, соглашательство, или мы можем исповедовать свою жизнь. Мы должны помнить, что мы в этой жизни исповедуем нашей жизни Христа, чтобы Он в нас не постановился. Он каждому из нас дает эту возможность. Почему-то мы стесняемся своей веры, стесняемся. Кресты прячем, снимаем, боимся перекреститься, не даем ответ, когда смеются над нашей верой, над нашей чайной. Слушаем всякие передачи, радио, комментаторов, которые курят нашу веру. Это путь гадыринцам. Будем не поизбирать. С воскресным не убрать и свист. С победой воскресшего Христа на те войски силы. Сохрани Господь нас от всякого зла, муха, воздействия, даст нам силу, силой и желание вести к гадыринцам. Спасибо. Продолжение следует...